МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ! Минуту внимания! На свою ответственность. Товарищ! Товарищ! Да тише вы! Ну, садитесь, садитесь! Вы избрали Подгорнов. Это есть. Это ваше решение. Записано в протоколе. Это свято! Но есть ли тюрьма других мест? Давайте вынесем решение искать дополнительных. Ну, не сошелся же свет клином на Подгорнове. Да, еще раз заявляю, никто никого принуждать отказываться не будет. Можно переезжать хоть завтра, хоть сию минуту. Но сейчас вам предлагается, оставив за собой Подгорнов, продолжить поиски. Опытного бы сюда, бывалого секретаря райкома. А я колхоз натуральную величину увидел, только прибыв по назначению. О корове-то и знал. Крупное, жвачное, с рогами, с выменем. Пшеницу от морковки едва ли отличал. А тут все это поднять на колеса и... на новые земли. Дворы, семьи, пожитки. Все на колеса. Что происходит под каждой хуторской крышей, не видел, но чувствовал. Обостренные переездом, там кипят человеческие страсти. Одумалось, институт, аспирантура. Но война. Я таскал на себе тысячепудовую катушку с телефонным проводом. Лямка катушки безжалостно жует ключицу и зажимает дыхание. Но бежишь. Надо бежать. Связь все-таки. По сей день считаю, самые острые зубы не у собаки. Матерчатые лямки, пропитанные твоим потом. Переселение тоже битва. За будущее. За сознательность. Битва. За своим фронтом, линией огня и тылами. И боевая позиция у каждого своя. Вот Орлов, например. Но ты, Гориков, человек военный. Есть приказ взять высоту, бери. Нам с тобой не психологию разводить, а снести хутора досрочный рапорт. На нас страна смотрит. Просто и убедительно. А Конкин совсем другое. До хрипоты. Конечно, цель наша степь, что мертвой пустыни лежит вокруг. И поднять, напоить ее, дать ей жизнь, наша задача. Но решающую роль в этом должны играть люди, переселенцы. И мы, руководители, должны понять их, ощутить их интересы. Под этим и я готов подписаться. Хотя сделать все это, ох, как трудно. А на легкие хлеба тебя и не послали б. Понимать надо, коммунист Голиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гриша! Гриша! Ну, праздни, из чего дрыхнешь-то? Только-только проводили, разругались. Ой, Гриша, зяпло очень. Согрей, Гриша. Я, березные птицы, соседи салии голубой. Летят они в даркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, заданная навеки страна. Не нужен мне берег Туринский, и я при ко мне... Степан, ты не спишь? Как ты считаешь, что если вот сюда, спереди, нашить маленький карманчик? Почему бы молодой интересной доярке не положить сюда пудреницу или зеркальце? К черту твое зеркальце. Я вот думаю, людей не смогли повернуть. Молоко? Не думай. Так я и знала. Эти дни даром не пройдут. Ой, Степан, Степан. Ну, хватит, Лёля. Вот ты вообрази. Открывается дверь, и входит Карл Маркс. Лично. Как дела, спрашиваю? Хуже некуда. Хлебороб, товарищ Маркс, нам не верит. Кто же виноват? Хлебороб. Да нет, виноваты мы, дембелизовавшиеся коммунисты, позволяющие формалистам отравлять душу хлебороба. И представь себе, Лёля, вождь темнеет лицом. Как же так? Степан Конкин, замещающий здесь прославленного Щепеткова. Как ты относишься к этому? Товарищ Маркс, мы все носим ваше имя. Мы марксисты. С именем партии мы шагаем в строю. Раненые не падаем. Выживаем, потому что эпохи нужны солдаты. Я солдат. Сколько раз я пытался открыть товарищам глаза на тех, кто губит веру в хлеборобие. И я открою, Лёля. Мы с войны привыкли к победам. А ты терзаешься недостатками, не даешь покоя ни себе, ни другим. Зря ты, Степан, жуешь свое сердце. Правда. Ну что ты меня оправдываешь? Ты возьми Матвея Щепеткова, на должности которого я тру штаны. У меня лжион. Убедить любого бросить дом, малых детей, из песни идти на смерть. А мы в целой дивизии штатных платных деятелей сегодня не смогли повернуть хуторян. Тех самых. Тех. Которые с восторгом слушали одного единственного Щепеткова. Чудак, ты путаешь наше деловое время с гражданской войной. Тогда нам помогал сам воздух, сама революция. Революции было много, Лёля. А выстояли мы одни, победили мы. Почему же эти перешние, с земснарядами, с шагающими экскаваторами, зажигают людей меньше? Степан, ну что ты хочешь? Чтобы я тебе за это ножницами колола? Да выпей ты это, черт, и в стакан. Таи еще. Куда это? Давай, давай. Хватит отжираться, отсыпаться. Ну и гадость. Мы пленные размещались в немецком городке, в чистеньком таком. Даже стены снаружи мыльным порошком мыли. А нам вчерашним десятиклассницам повезло. Нам давали маргарину по 18 грамм. Вообще-то я везучая, мне везло. Я два раза в больницу попала. Первый раз баллон с кислотой лопнул. Все у меня кислотой облило. А второй раз упала в обморок на раскаленный ареста. А вот скажи, Вера, я знаю, ну по книгам, конечно, что там фашистов наши создавали подпольные комитеты. И в нужный момент кидались на охрану. Лучше смерть, чем рабство. А вот скажи, у вас там было? Ну вот, ты. Нет, я умирала. Не поняли. Не поняли, не поняли. Они не поняли сегодня. И вы, вы не поняли. Но если ж мы победили, чего ж нам ругаться-то? Чего? Зачем? Мы ж должны думать о том, как нам строить новую, какую-то лучшую, счастливую, самую прекрасную жизнь. Правду я говорю, правду. Ведь так, правду. Правду, Вера, правду. А потом, когда наши победили, пришли, мы все вылезли. А солдаты согнали, коров. Хозяйских надоили, мне дают молоко. Говорят, на, бабка, пей. А потом с людьми говорят, она же женщина. А потом, один там, говорит, она же девка. Я же девка, да? Конечно. Ах, любая. Вера, можно я здесь останусь? Можно? Конечно, конечно. Оставайся. Леваня, обязательно. Обязательно. Ну, я пошел. Пошел. Дело было. Хозяева! 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 Кто там? Конкин. Кто? Ты Конкин, председатель сельсовета. Хозяева! 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 Он обожал. Ты что? Такой парадный, Степан Степанович. Не выпил ли? А, гуляли. Веселье полное штаны. Что мне-то, Любашу? Ну, ищи, ищи, ищи ту, Любашу. Не живете, она тут? Ляется ей где-то? Как? А так, шляется. О, ну, товарища Реброва спросили бы. Бачили люди, как они на пару на коне вверхи катались. Знаем. Ходят тут со своими поливами по ночам. Едем, Кату! Носятся они тут. Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, погодка. Только дождь лил, а сейчас замело, завьюжило. Да, дела. Вон уж хутор белый. Отсюда на санях поедем. Ой, Господи, а Конкин-то где? Уж не замело ли. И чего это ему приспичило вызывать на среди ночи? Наконец-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друзья. Братья. Братья. Прежде всего, позор. Что с нами происходит? Почему в самый решающий момент мы проявили трусость, дрогнули и чуть не пошли на поводу у случая? Почему согнулись мы, не кланившиеся ни снарядом, ни пулям? Мы, бессменные солдаты Советской России, казенщина пропитала наши души, рабская привычка ждать указок сверху и бездумно подчиняться. Почему мы забыли, что настоящий хозяин мира народ? Вот. Настоящие ленинцы должны презирать всяческую неискренность. Беспринципными мы исторически не имеем права быть. Вспомните Пушкина. И он к устам моим приник и вырвал, вырвал! Грешный мой язык и прознословный, и лукавый. А-а-а! Переходим к обсуждению основных 12 пунктов. Пункт первый и самый главный. Не допустить хуторян в Подгорнов, к доподобной мотыге, к ерму на шеях быков и на наших собственных шеях. Предлагайте, товарищи депутаты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вы соратник моего отца. А еще заслуженный. А где председатель? Не спешите помирать, девочки. Заходи, милка. А что это понадобилось, Гераське? Да так, спрашивала Конкин. Здоровье. Ишь нежный. Ну что ж, Любаш, достань-ка нам решение последнего исполкома, а то с Конкиным-то вон как, а действовать кому-то надо. Вот мы с милкой прикинем, что и как. Занято. Ну-ка, доставай. Доставай протоколы. Я осталась за председателя, и все решения, записанные исполкомом, буду выполнять лично. Это хорошо. А откуда, скажи мне, новый председатель, ты куплеты для гидбригады будешь брать? А лавру Кузьмича привлечем. Для побрехачек сочиняет, почему для нас не сочинит. Да. Видать, Степан, хай ему легко и кнется. Смену подготовил. Ну что ж, мил. Не будем мешать новой хозяйке. Товарищ Черненкова, в решении есть пункты, возложенные на партийную и комсомольскую организации. Так что садитесь. Вместе разберем. А что? Молодец. Погуляем немножко, пока месть его привезут. Хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Ему сейчас необходимо дышать. Побольше дышать. Не терпится, чтобы он похвалил тебя за собрание в Кореновском. Нет, я просто пришел навестить. Я рада за тебя. Какой толковый у меня муж, правда? В больнице только и говорят о твоем выступлении. Прошу тебя, не говори с ним о плохих служебных делах. Договорились? Поскольку хороших нет, будем молчать. Как это нет хороших? Спасибо, нянечка, вы свободны. Здравствуйте. Вот поступай вы всегда, как на собрании в Кореновском. Они были бы хорошими. И здесь его хвалят. Ну, не знаю. Я жена, я не объективна. Не буду мешать. Счастливо. Вижу, вы уже подлечились. Шумите. Не нравится. А прозеваете переселение, тогда понравится. Благодушнее вас, человека несынче. Но уговорили Кореновцев продолжать поиск. А каким именно путем? Знаете, вы главнейший человек в районе. Нет. Ну, что вы меня разжигаете? Сами-то вы знаете, как поступить с Кореновцем? Не только с ними. Знаю, чем вдохновить всех переселяться. Чего на меня выпуливать? У меня остаток ранения, а не сумасшествие. Сумасшедшим меня Орловы делают. А если вы заодно с ними, то не желаю я вашего крепкого здоровья, за которое по правилам-то, на, поиск партии. Ну, подождите. Как поступить с Кореновцем? Если вы действительно боец, вы должны ударить по формализму и бездушию. Именно теперь, когда люди выбирают новые земли для Родины, на практике, на переезде, напомните им, что имя власти советское. То есть, решайте, как вам жить дальше, но коллективно. Сообща. И пропадет пассивность на собраниях. Исчезнут разговоры о чужом дяде, который нехай за нас думает. И главное вам, товарищ Голик, изобретать-то ничего не надо. Вы только повторите в масштабе района то, что сделал на последнем исполкоме Конкин. То есть я. Ага. Чего-чего. От скромности не погибнет. Здорово. Здравствуй. Да, ну и зима. Мороз лозу побьет начисто. Да у меня, наверное, тоже. Погибнет, мелко закопал. Ну и нехай бьет. Все равно весной все рубить и жесть. Но должны сдать чистым. Какое? Из двойняшек парень. Как тебя зовут? Саша. Саша. Ну, точно казак. Да. А дядя без гостинца явился. Ничего, дядя, на новом месте рассчитаемся. О, на новое место. Тащить старые долги не годится. Не годится, Андриан Матвеевич. Да. Да ты, ты присаживайся, Андриан Матвеевич. Старая Тимофеевна, посиди-ка с нами, поговорим. Ох, упрямый ты мужик. На душу-то ведь кошки скребут. А он еще дипломатию разводит. Ну, даешь ты, Тимофеевна. Ухожу я с карьеры. Ну, наконец-то. Ездил я за соляркой Крутояры. А там выступал наш Голиков. Он сказал, говорит, решайте сами, куда ехать, что садить. Специалисты, говорит, вы. А правительство не ограничивает вас, не ездит. Ну, вот я и решил еще раз проверить. Я Андриан Щепетков. Ну, проверять-то, Андриаша, без нас есть кому. Ну, а ты-то проверять или работать вертаешься? Работа, Тимофеевна, работать, серьезно. Давай, поговорим серьезно. Сань, ну-ка хлеб принеси. Золотые у тебя руки, Андриан. Ты ведь мужик. Без земли ты пропадешь. А что, если тебе на новом месте виноград поднять? Это же здорово, а? Наш знаменитый Щепетковский на новой земле вырастить, а? Да. Здорово-то, но здорово. Только закласть новый виноградник, это не шутка. Ну, давай пробовать. А мы поможем. Ну, Тимофеевна, вот ты и поругаешь, и покричишь. А работать с тобой легко. Ох, разомлел. Ну, так что, договорились? Да, Дарья Тимофеевна. Договорились. А знаете, чего я пришел? Кабанчика колем. Ну? Приходите, а? Придем. Спасибо. И ты, казак, приходи к кабану в бокам мяч. Идешь? Приду, конечно. Ну вот, молодец. Андреа. Ты возьми у меня ларис в акцинице. Сама складывать. Нет, нет. Ты, Матвеевич, покричь Петянара. Может, он покончь куда стюкал? Тут ты, речь. А что? Видать, дюжа хороший стакун был. Живот. Ты глянь, подчары. Ноги длинные. Ну, зачем вы так, папаша? Кабан зрелый, сальный. Андреан, ты его соломкой больше того. Соломкой. Андреан, правильно говорят люди. И правда, батяня, давай соломы, а? А ну, духовитель будет. А чего ж, можно и соломы, девчата? А ну, давай солому. А ну, езжи соломы. Давай, давай соломы. Давай, с той стороны. Вот так. А теперь, езжи. А? С этой стороны. Ребята, а ну, давай темничею, пока. Здравствуйте, Валентин Егорыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, товарищ Евроум. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово, сосед! Здорово! Привет. Играешься? Так не вертается жинка-то? Да... Разве им нужна твоя философия с теорией? Им, кавалера, давай. А я так, возьму любую, обхвачу от души, жиману, чтоб пищала. И без всяких теорий, какая бы интеллигентная ни была. А ты до Андреана Матвеевича замеряться? Да, ушумел казак. Вот тоже перессорился со всеми. Сколько крови попортил себе и другим. А что доказал-то? Смешно. Здесь нам не жить. Шумим, за чубы хватаемся. Вот и я до тебя, сосед, с реляцией. Понимаешь, сосед, нужна бумажка, что я бы не у меня элита Мичуринга. А то ведь заактировано, что сад у меня бессортный, а без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. А ты ведь, вон, как Бог едим в трех лицах. И правленец, и сельсоветчик, и сосед. Что? Шульничать. Мне предлагаешь шульничать? А я думал, ты умней. Да. А насчет жинки не убивайся. Продолжай утешаться с молодыми колхозницами. Только процент комсомолок записывай. Для памяти. Да ты не нервничай. Я денька два подожду, а потом двину в район. И не думай, что тебе обойдется волговорком с занесением в учетную карточку. Не балуй. Хочешь, чтобы тебе еще за мордобой впаяли? Черт, я не собачий. Вы еще осенью предсказывали, что он вернется к земле. А как же, предсказывала. Колдовать имею. Да держитесь вы рядом. А то шея заболит оборачиваться. Ой. Совсем мальчишки. Я вчера у Тимки была худющей. Одни глаза остались. Мужиком держится. Вам привет передавал. Спасибо. Скоро и Раиска из гнезда выпрехнет. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Витя, посмотри, надолго это там? Есть. Сергей Петрович, зачем нам с тобой конфликтовать? Разумеется, незачем. О-о-о. Давай-ка, работа слажена. Значит, не нынче завтра гидроузел объявит на начале затопления. А что скажем мы? Так что у нас времени разводить дипломатические тонкости нет. Время осталось только скомандовать. Шагом марш. Не кривись, не кривись. Ты пойми меня правильно. У нас с тобой одна общая задача. Ну, для чего же тогда это унтер-пришибеевская шагом марш? Чудак. Ну, что там? Похоже, задолго. Да? Пойдем пройдем, Сергей Петрович. Ну, а что касается недовольства станичников, которых мы раньше времени сдвинем с места, то, говоря, не для протокола, надо чхать. Да, 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 да. Важно не настроение их, не антимонии там всякие, а то, что они станут маяком для соседей и переселенцев района. Конечно. В смысле наливов, разливов можно ждать. Можно. Но мы же не гидрологи. Мы с тобой, голубчик, политики. Слушайте, я вам не голубчик. Бред какой-то. Вообще, ваш метод хуже убийства. Выгнанный по вашему методу в зашей станичник душевно опроституирован. Конечно, он не станет врагом. Он завтра будет говорить в трибуны правильные слова, принимать любое решение, но он уже порченный. И все будет делать неискренне, жить с двойным дном. Неужели вы не видите? Да ладно тебе. Что? Хватит тебе демологик разводить. Слушайте, вы. Да, значит, окончательно будем портить отношения. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ А это Фринскова. Она у нас тут теперь всем заправляет. Такую и деятельность развела. Смотрите, уже не ходит. А вышагивает. Здравствуйте. Глава совета. Здрасте. Здравствуйте, Любаша. Здравствуйте. Смотрю, у вас работа идет полным ходом. Старайтесь. А чего и канарейчики-то не работают? Ни детей, ни чертей. Здравствуйте, Любашка. Здравствуйте. Смелее. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, мы совсем не перездоровались. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Субтитры сделал. Субтитры сделал. А что ж, так и будет. Ну, значит, счастливый нахрен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА